здравствуйте друзья у нас тут ждет народ новостей с иммиграционного фронта и в частности вот по политическому убежищу тоже и мне всем пишут и говорят на вот этим как вот с этим как какие-то ссылки присылают из каких-то там новостных сайтов я не знаю давайте камеру разверну ссылки присылают но я смотрю на ссылки но в общем идея такая идея такая все подвешено это как бы такая фишка нашей новой администрации у них все всегда подвешено ничего четко не сказано из последних как бы новостей и событий там трамп такие меморандумы всякие значит пишет такие записочки по поводу того как они собираются иметь дело с иммиграционными делами вопросами и ожидалось что на этой неделе они сделают новый такой то что называется travel ban вот то что протесты были и федеральный суд заблокировал но они говорили что они как бы вот по тем позициям по которым федеральный суд возражал они их обойдут и сделают новый и говорили что будет в начале вот этой недели которая уже завершается но что-то отложили они я не знаю так сказали но не сделали дальше будет видно значит между тем вот эти вот меморандумы там шлют в department of homeland security и там они расписывают как они видят вот в будущее там дела но опять ничего такого чтобы это было предметом обсуждения если тебе делать нечего ты можешь там конечно обсуждать все что угодно но поскольку ничего конкретно не сказано я не я не думаю что мы должны себе мозги этим забивать я просто вам рассказываю об этом потому что вопросы идут и просто чтобы прояснить вот текущее состояние этого все значит дальше есть некий наезд попытка наезда на отсортирование отсортирование людей обращающихся за политическим убежищем на мексиканской границе то есть вот когда они публикуют там чего-то на этот счет там нету слов таких на мексиканской границе но речь идет именно о них то есть если вы увидите какие-то новости что администрация пытается совершить какие-то действия в отношении людей которые просят политического убежища в том смысле чтобы депортировать их на и не особо рассматривать речь идет именно о тех кто приходит к на американскую границу с мексикой и там говорит вот мы из колумбии мы из гондураса мы из глотемалы мексиканцев самих там очень очень мало среди этих людей и они как мы просим политического убежища и дальше значит есть некий процесс в результате которого при том что реально из них получают потом политическое убежище может быть там процентов 18-20 они много-много лет находятся в стране у них есть разрешение на работу они тут такие как бы обосновываются надолго потом еще их наверное когда отказывают им наверное их еще и у как бы депортировать довольно сложно в общем вот этот процесс они хотят пресечь сейчас идет буча некоторая вот с этими меморандумы трамповскими там был такой момент что те кто через мексику идут люди вот которых мы хотим депортировать если так идея трампа состояла в чем если это граждане неважно какой страны но пришли они в соединенные штаты через мексику то и вернуть их нафиг в мексик в этом смысле мексика очень возражает она где-то как же так будет мексика там гражданин там какой-то там я но не знаю для примера не хочется никого обижать ну пусть будет пакистана пришел значит через мексику так вы его верните в пакистан чего и нам то его вы чего но вот как бы идея трампа состоит в том чтобы значит именно в мексику и да в общем я подозреваю что международная практика состоит в том что если человек из какой-то страны то вернуть его надо в его страну а еще многие страны которые не принимают своих год нафиг они нам нужны они криминальные какие-то вот они у вас там вы и держите вот так что это бывает тоже но мексика в этом смысле потому что проблема возвращения людей в ту страну из которой гражданами которые они являются теперь перекладывается уже на мексику уже не сша должны чесать репу и думать куда их девать если их страна родная не принимает например а теперь мексика должна репу чесать но в общем так у нас вот можно сказать что много веселья такого очень много подвешенности мое беспокойство заключается в том что подвешенность как такой системный фактор в жизни общества не ведет ни к чему хорошему потому что неопределенность неопределенность не позволяет людям принимать решения экономически там в частности по бизнесу да вот когда неопределенность с визами не знаешь кого нанимать кого нет ой господи в общем да Мы это чувствуем на себе на самом деле На школе Потому что Ребята, у нас постоянно есть люди Которые ищут работу Каждый день есть кто-то, кто на рынке То есть, соответственно, каждый день кто-то общается с рекрутерами Соответственно, вот то, что в компаниях происходит Мы через рекрутеров Этот рикошет, значит, как бы мы получаем Поэтому Сметение некоторое присутствует Неопределенность, нервозность Вроде и деньги есть Но тратить боятся Вроде бы и вакансии есть Но они не знают, брать или не брать Или тех, или этих, или когда В общем, это все чувствуется очень Это заметно Пишут еще, что Жесткие меры Такие, как бы, кардинальные меры В отношении мигрантов Приведут к падению Стоимости недвижимости Потому что Очень высокий процент Новых покупок Приходится на иммигрантов Не имеется в виду из Мексики Только Это может быть Вот из Индии программисты, допустим Разные люди Ну, скажем, американцы больше обустроены Поэтому иммигранты Естественным образом Значит, им нужно покупать жилье Активнее, чем, допустим Тем, кто здесь родился Вырос, там, в пятом поколении И так далее Поэтому Те, у кого жилья нет Могут сказать О, смотри-ка, сейчас подешевеет А я могу им сказать Что, во-первых, сложнее будет заработать Во-вторых Стоимость недвижимости Очень сильно влияет на Экономическую активность в стране Потому что Под недвижимость берут займы В общем Если вы не можете Получить кредитование То тогда Многие Ну, виды деятельности Как бы будут придавлены И так далее И так далее Это все очень-очень не Такие Несимпатичные вещи Ну, посмотрим Посмотрим Уже месяц Как вот новая администрация у нас Ну, месяц Срок Небольшой Значит, посмотрим Чего будет дальше Обычно есть такой Пороговый Рубеж Вот в 100 дней Когда говорят Ну, вот 100 дней Вот есть план Да, у Трампа был план И, наверное, есть план Там на первые 100 дней Его администрации Ну, посмотрим Что он там за 100 дней Наваяет Значит, еще время есть Как бы экономика ждет Рынки Ждут Экономическая реформа Ждут Снижения налогов Да Вот сейчас разбирается вопрос Значит, там С ограничениями На деятельность Бирж Вот Трамп обещал Там Облегчить И вот биржи Видите, как они там Радуются И финансовые Акции Финансовых компаний Растут Опять Мое беспокойство Состоит в том, что Очень многие Кризисные явления В американской жизни Происходили Именно Из-за того Что недостаточно Регулировались биржи Вот Великая депрессия Из-за этого Приключилась А последняя рецессия Вот 2007-2008 Вот это вот Вот этот кризис Исключительно Происходил Из-за того Что Не Нарушилось Регулирование В той же самой сфере Финансовой Понимаете Поэтому Я еще Не застал физически Но хорошо помню Вот этот Кризис Конца 80-х Там Home Loans and savings То же самое С real estate С недвижимостью Со всеми этими делами С финансированием Поэтому Разрегулирование Этой Отрасли Это как бы Ускоренный Такой путь К очередному Финансовому кризису Из которого Потом Может Не знаю Сколько там лет Придется выбираться Это очень интересно Все Как бы Концептуально Правда Ну посмотрим Мы теперь Что теперь Мы теперь наблюдаем Что дальше будет Вот такие Такие дела Давайте я Развернусь Окей Солнышко нам Камеру тут Да Я теперь Развернусь И Могу сказать Что Самый Такой Главный Путь От кризисов И всяких Неприятностей Это Заниматься делом Своим собственным Потому что Если ты будешь Чужими делами Заниматься То свои собственные Придут В упадок Вот Мы этого допускать Не хотим Потому что На нас Держится Вся экономика Если каждый Придет в упадок То вся страна Рухнет Вот А если каждый Будет держать оборону На своем участке То мы победим Счастливо Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует